Всем привет! Меня зовут Алена, и я рада видеть вас на своем канале, а в частности в новом влоге. И сейчас я собираюсь за новой камерой. Я, кстати, очень долго выбирала, какую камеру я хочу, что взять. У меня есть основная камера, она большая очень, и поэтому я не могу с ней никуда ходить. То есть то, с чем я могу ходить, это телефон. У меня 14 Pro, но памяти мало, и у меня стоял выбор. Взять камеру какую-нибудь, которую я могу кинуть в сумку, либо поменять телефон. А телефон я менять не очень хотела, потому что про 15-е слышала не очень отзывы. Ну и вообще уже как бы нет смысла, потому что выходит скоро 16-е. Вот, и я выбрала эту камеру, и сейчас я собираюсь, чтобы пойти за ней. Какой-то макияж я делать не хочу, очень жарко, просто невероятно. Плюс мы еще хотим пройтись, прогуляться, походить, находить шаги и спорт, все дела. Поэтому просто нанесу такой вот Art and Fact. Это прям такая легкая сыворотка из Пифа, но у меня уж заканчивается, к сожалению. Но он действительно очень классный. Он прям не оставляет жирного блеска. И то, он заканчивается под амином по нему. Конечно, лицо блестеть сейчас будет, но по ощущениям оно прям впитывается. Пока из Пифа усаживается, накрашу брови. Это вот то, без чего я не могу выйти на улицу. Могу, конечно, но не очень хочется. Это брови, вот хотя бы чуть-чуть. Я прям беру карандаш Beauty Bomb в 01 оттенке, который для блондинок вообще. Помимо новой камеры, мне еще пришли новые посылки косметики, которые мы тоже с вами распакуем. Я уже хочу это сделать на новую камеру. Ну и губы, конечно же, сохнут. Возьму масло от Эля. Обожаю эти масла. Это оттенок фламинго, розовенький. Челка у меня, конечно, вообще. Я ее отращиваю. Я ее долго стригла до... Ну, до сюда примерно. И сейчас я ее отращиваю, и она до сих пор вот так вот как-то топорщится. Я хочу отрастить ее до такого состояния, когда я смогу ее собирать нормально в хвост. Но пока не могу, она вот как-то все равно торчит. И это очень комфортно. Я вообще решила, что я отращиваю волосы уже год, наверное, я их отращиваю. И выросли они у меня очень длинными. И завершающая деталь. Аромат моего лета. Байреда палп. Вот он у меня именно с летом ассоциируется. Именно летом я его ношу. Дома будем ее распаковывать. Забрала малышку эту. Реально малышка. Ну, и давайте посмотрим, что я купила. Во-первых, я на Азоне заказала вот такой штатив. Это бренд Уланзи. У меня уже есть такой штатив. И это самый лучший, который может быть. У меня просто на нем стоит накамерный монитор. Поэтому мне неудобно пользоваться и брать его с собой. Поэтому я заказала еще один. У меня есть черный и теперь беленький. Здесь, в общем, можно что-то прикрутить. А можно поставить телефон. А, вот. Я разобралась. В общем, можно вот так вот поставить телефон. А можно сложить и прикрутить что-то. В общем, штатив классный. Он прям такой. Весистый, да, люди? И компактный. Но тяжеленький. То, что надо. На самом деле выдерживает вообще все. Ну, давайте посмотрим. Момент X. Посмотрим. Вот она. Osmo Pocket 3. Сколько обзоров я на нее смотрела. Самый непопытный. Сколько обзоров я смотрела на эту камеру. И прям ее хотела. Хотела, хотела. Поняла, что она мне нужна. Ну, давайте откроем. Ой же, какое это все маленькое. На самом деле кажется все таким большим. А по факту. Это весь собор. Серьезно. Мне казалось, что он будет намного больше. А по факту он такой маленький. Это и хорошо. Потому что мне нужна была супер маленькая компактная камера. Да? Понюхай. Ой же, какая она маленькая. Опа. Как бы включается. Видите, все, она включилась. Прикольно. Блин, какая она классная. Теперь на нее буду снимать влоги. Давайте ответственный моментик. Вот, даже русский язык. В общем, ее надо настраивать. Давайте пока посмотрим, что у нее еще внутри есть. Здесь всякие есть плюшки. Он не сильно дороже. Но если все это покупать отдельно, оно выходит намного дороже. Поэтому выгоднее взять набор. Это значит рукоятка, которая еще с зарядкой. Она вот сюда присоединяется. И получается дополнительное питание у камеры. Такая портативная зарядка. Очень удобно. Еще у нас здесь идет микрофон, который уже подсоединен к этой камере. Что очень удобно. То есть, по идее, он сразу должен работать. И он очень стильный. Просто вставляется сюда. И у нас появляется возможность подключать камеру как раз к штативу. Вот, например, типа такому можно ее поставить. И вообще поставить типа высоко. Есть вот такая штучка. Тоже очень удобная. Это такой мини-штатив, чтобы поставить камеру. Вот как раз для этого и нужен переходник. Она такая классная. Она такая маленькая. Мне кажется, с ней ходить вообще так удобно. Есть класс. Вообще не жалею о покупке. Вот да, полез. Насколько он больше этой маленькой камеры. Еще я не показала в наборе идет вот такой чехол, к которому как раз цепляется микрофон. И кладется сама камера. И вот такая широкоугольная линза, которая делает угол обзора еще больше. Это прям круто. Так что, начинаю писать на новую камеру. Пока еще разбираюсь с ней. Вот это вот моя первая проба. Ракурс примерно тот же. Круто, что она следит вот так за мной. Я уже поставила на камерный монитор. Сейчас буду снимать длинное видео на YouTube с обзором на косметику. И поставила на белый штатив. Вот, отлично все держится. Видите, можно и прикрутить, и поставить. И очень удобно, что он еще и крутится вот так вот. В общем, штатив топ. Я на него ссылку в своем телеграм-канале оставляла. Но я ее продублирую, чтобы вы тоже видели. И на белый, и на черный, где заказывала. На Озоне. Вот, сразу говорю, но ссылочки все оставлю. Ну что, настал новый день. И сегодня я поеду по магазинам. И хочу заскочить в Золотое Яблоко. Купить какую-нибудь косметику для обзора. Поэтому мы отправляемся вместе. Вот сделала такой макияж в пекло. Просто реально макияж в пекло. На улице очень жарко. Просто невероятно. Я хайлайтер только кремовый чуть-чуть нанесла. Его пока не видно. Но потом его будет очень даже видно. Когда мое лицо заблестит. А на губах тинт. От Анлиши. Корейский. И скоро он немножко сойдет. И губы будут просто затинтованы. В общем, такой простой макияж. И волосы собрала. Потому что, ну, очень жарко. Прям очень. И побольше бронзера. Конечно же, лето. В общем, круто. Камеру можно поставить на капот. Ну, не на капот. А на переднюю часть машины. И все нормально. Собираюсь. А ехать мне, кстати, далеко до золотого яблока. И вот очочки у меня. Модные, стильные. Ну и все. Я поехала. Встретимся уже в магазине. Надо купить мне купальник. Пляжное платье. Перед морем. Поэтому поедем с вами. Ну что, я уже доехала. Уже поснимала золотое яблоко. Шопинг-влог, обзор. Купила косметику. Вот. И сейчас пошли перекусить. И дальше такая более отдыхающая часть. Где я буду уже покупать одежду. Смотреть, мерить. Надеюсь, мне что-то подойдет. Потому что с летними вещами у меня всегда какая-то безысходность. И мне вообще надо купить купальник еще. Что еще сложнее. Потому что купальник это прям сложно. Ну, в общем, зашли покушать сейчас. Во вкусное место. Как принесут еду, все покажу. На обед взяла вот такие равиоли с ветчиной. Лимонадцы, забыла слово. Мама взяла карбонару. Сейчас попробуем, вкусно это или нет. Ну, с каким-то мясом и с ветчиной еще сверху. Ну, вкусно. Такая в Мак. Вроде прикольные джинсы. Табой, правда, но... Они на меня прям большие. А мне кажется, что я померила на размер меньше. И они на мне не застепнулись. Либо это были не они. Мне в целом нравится, что они такие свободные. Ну, понятное дело, не на мой рост. Я даже не смотрю. Потому что мне на свой рост очень сложно джинсы найти. Но подумаю. Может, под ремень. Просто взять сейчас с ремнем померю. Вот так они выглядят с ремнем. Не знаю, почему, но у меня привычка брать все вещи. Размеры больше. Ну, бомбер не сел. Сильно большой. Я думала, он такой будет немножко оверсайз. Но эско. Какой мой размер? Нет, не сел. В общем, шопинг мой. Я взяла эти джинсы несчастные. И они просто пищали в каждом. В каждом магазине. И я в каждом магазине говорила, что эти джинсы с Мак пищат. И потом их поняла. Что, как я их вообще надену, если они все время пищат. Ну, и шопинг, в общем, какой-то не особо удачный. Я так скажу. Я пришла в лайм. Но не скажу, что тут что-то мне нравится. Купальник я не нашла. Ну, не в лайме, а вообще. И какие-то вещи. Но вот что-то не вдохновляет. Может, сейчас найду тут что-нибудь интересное. Как бы не знаю. Но пока шопинг не скажу, что удачный. Только на джинсы, которые пищали из конца. Ну, что, в речи. Я померила такое платье. Вроде норм по моему росту. Мне кажется, что оно должно быть, ну, типа, покороче. Вот так. Но в целом, не знаю. Да, если нет. У меня вообще нет платьев. Оно такое... Меня вот смущает вот это золото. Не знаю. У меня вообще не привыше себя видеть в платьях. Я их очень редко ношу. Что думаете? Наверное, возьмем платья. Меня, знаете, что меня ужасно раздражают. Эти джинсы с мак. Их только купила, сколько мне счастья не мне принесли. Мне их вроде размагнитили, но они опять пищат. Если сейчас опять будут пищать на выходе из лича, то я их пойду просто и сдам. В общем, что хотела сказать. Раньше уставала. Ой, наоборот. Раньше я получала удовольствие от того, что просто ходила по магазинам и смотрела на вещи. Сейчас я устала. Я понимаю, что мне комфортнее заказывать вещи онлайн. Не знаю, вы, кстати, напишите больше сейчас заказываете вещи или, наоборот, любите покупать до сих пор в магазинах. Потому что я уже, наверное, от этого отвыкла. Проще заказать, чем вот это вот ходить, мерить, выискивать что-то классное. Вот раньше я это прямо обожала. Иногда могла на выходные поехать и просто ходить по магазинам. А сейчас, наверное, нет. Проще вот в телефоне сидеть и искать. Ну что, наконец-то я дома. Мне казалось, этот день просто нескончаемый. Очень много магазинов, покупок. Но я хочу вам показать еще распаковки пиар-рассылок от брендов. Я их обожаю. И, наверное, это заменило мне все покупки. Вот он, маленький хулиган у меня тут пришел. Для него эта комната, это моя студия. Она всегда закрыта. То есть мы ее всегда закрываем. Только когда я тут что-то снимаю, работаю, я его пускаю, чтобы он тут посидел, что-то поделал. И вот. Ну, конечно, интересно. Потому что он хулиганит. Он хулиганит. Самый настоящий. Он пошел шарить, что у меня там в шкафах лежит. Но вернемся к пиар-рассылкам. Сначала хочу сказать, что весь день меня сопровождает замечательная комбо для губ. Вы наблюдали это. Ник Мале карандаш в 501 оттенке. Очень красиво. И вот этот новый тинт от Анлиша в 01 оттенке. Просто йогурт. Это тинт, который просто разглаживает губы, ухаживает. И после него они шикарны. Ну, все. Переходим. К раз упаковкам рассылка. Первое, что я хочу попробовать, на самом деле, посылка лежит несколько дней. Я специально ждала этого момента, чтобы ее открыть. Потому что это классная посылка. Уже хочу пользоваться этими продуктами. Это туши от визажиста. Гриш Бьюти. В общем, я долго на них смотрела, хотела. И вот такая рассылочка. Очень классные туши. И на суперобъемные удлиняющие. Сразу три. Это классно. Потому что я думаю, что я их всех измажу. Упаковка. И будем, да, греха таить. Ну, вот, как бы, да. С Крыгиной. Гриша очень похожа. Но все-таки, видите, они разные. То есть у них похож просто цвет. Давайте щеточки сравним. Ну, Гриша потоньше. Но чем-то похожа. На самом деле, я очень люблю тушь от Крыгина. Поэтому я думаю, что ее тушь мне понравится. Очень много хвалебных отзывов было. Но потестируем. Сразу три. Красота. Думаю, в обзоры новинок, да, их потестируем. Как раз в следующем видео, которое выйдет через видео. Ну, в общем, выйдет на моем канале. Далее. Вот такая рассылка от Real Love. By Revolution. У Evolution, на самом деле, так много брендов, что в них можно запутаться. Я всех называю их Revolution. Здесь вышли новые сыворотки, как я поняла. Ну, и просто бестселлеры, видимо, положили. Потому что что-то из этого я уже пробовала. А что-то нет. Две вот такие кисточки. Одна для хайлайтера. И вот такая маленькая плоская для теней. Сама сыворотка. Железная упаковка. С кофеином. Это для... А, ты стала взглядом. Это что? Да. Это сыворотка с кофеином под глаза. Должна хорошо осветлять темные круги. Попробуем. У меня как раз темные круги. Здесь у нас Magic Mist Spray. Увлажняющий мист для лица. Тушь Lilac Volume Mascara. Фиолетовая. Вот такая яркая. Ну, цветные туши в тренде. Мы это помним. Так, это у нас крем для век. Еще один. То есть у нас тут полноценный уход за глазами. Тройным металлическим аппликатором. Прикольно. Вот. Посмотрите, какой он. Мне кажется, такая свежесть будет глазам. Просто невероятная. Холодненький. Дальше у нас здесь вот такой карандаш для губ в розовом оттеночке. И Baby Gloss. Это вот такой блеск для губ. Двойные румяные хайлайтер в таком очень летнем оттенке. Персиковый золотистый хайлайтер. Такая базовая база. И вот что-то тут еще такое интересное. Это крем для лица. Уплошняю. Прикольно. Далее у нас посылочка от Physicians Formula. Такой большой пакет. И в нем лежало три продукта. Очень много, Яна, слышно было об этих бронзерах. Два бронзера в двух оттенках. Конечно же, мы будем с вами пробовать их в новинках. Бронзер с маслом Муру-Муру. Интересно. Оттенок светлый загар и просто загар. Я думаю, что этот-то тот мне подойдет. Еще здесь лежал вот такой красивый хайлайтер. Жаль, камера не передает, как я сейчас смотрю на него. И он вроде белый, но какие-то розовые блесточки в нем будто есть. Вот он чуть отливает в розовый, но при этом белый. Ну, потестируем с вами как раз новиночка. Дальше была коробка. Я ее немножко выкинула. Сразу здесь в этой коробке лежал бренд House of Case. Этот бренд прислал посылку и дал промокод для вас. Поэтому можете им воспользоваться. Я его либо на экране напишу, либо в описании оставлю, что скорее всего. Поэтому можете воспользоваться. Бренд с невероятно крутыми палетками. Вообще с невероятно крутой эстетикой. Такой прям он супер уютный. И у него кисточки, ну, очень красивый голубой цвет. Давайте попробуем. У бренда вышли как раз кисть. Наймягчайшие. Правда большеватые, то есть это прям складочку. Но я люблю кисти поменьше. Большеватые немножко будет, но это я сочетаю. Очень приятный матовый. Тренировочка такая хаосовая. Есть красивые кисти. И палеточка. Такая их новая. У меня есть две палетки. Одна от Cald называется первая. И вторая aus Ice Never Lie. Ice Never Lie вроде бы. Тоже первая версия. Они просто классные. Одна поярче, вторая нюдовая. Я думала, что я буду чаще использовать ту, которая поярче. Потому что там какие-то нереально розовые. Та, которая нюдовая, настолько оказалась универсальная. Я была сама в шоке. И вот эта палетка тоже, знаете, кажется такой нюдовая на первый взгляд. Но мне кажется, столько макияжа я с ней сделаю. Какая, на боже. Это то, что надо вот именно потрогать. То, что надо вот ощутить. Как я это все люблю. Я люблю косметику. Вау. Боже, ну в жизни это все так красиво. Большое зеркало. А цвет, боже. Такое ламповое. Так, ну теперь смотрите на оттенок. Класс. Класс. Я думаю, я сниму обзор. Я ее потестирую в обзоре, который будет. Если вы хотите этот обзор, обязательно напишите, где мы будем с вами тестировать все вот эти новинки, которые приходят. Следующий продукт, это вот такая маска для волос от Таше. Какая-то экспресс маска для волос. Обязательно буду ее пробовать. Кстати, кто не видел влог, как я ездила на производство бренда Limbo от Таше, смотрела, как все эти маски с шампуни варятся, то обязательно приходите на мой канал и смотрите это видео. Вот такая маска. Следующая посылка от бренда Deboran. Красный пакет. И здесь у нас лежали три тинта для губ. Вот сейчас все поголовно делают тинты, но это вроде необычно. Вау! Смотрите, какой у него аппликатор. Он как фломастер. Он реально как фломастер. Прикольно. Это то, что надо точно тестировать. Следующая посылка у нас коллаборация Дзена и Ревгоша. Коллаборацию, которую никто не ждал, а она случилась. И давайте посмотрим, что же в ней. Красивая коробочка Ревгош, красненькая. Какая-то штучка для волос. Дальше патчи, SPF, крем для лица от бренда Avene. Очень классный бренд. У меня был один под, я пробовала, мне понравилось. Маска для лица в форме медведя, еще маска для лица, еще маска для лица. И какой-то набор BB кремов из C-кремов от бренда Proof. И еще была черная косметичка. Вот это прям стильно черная косметичка. Что это такое? Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вот это такое. Это просто типа мягкий логотип. Пробнички аромата. Пробничек аромата. Отшелушивающая гель-пенка для лица. А, все, я поняла. Это, видимо, мерч. Потому что вот здесь наклеечки. И это, видимо, такой пушистый мерч. Ну, не пушистый, мягкий. Пробнички. Кремовые тени бренда ULAR. Красиво. Далее у нас здесь миниатюрки. Миниатюрки. Следующая посылка. Это просто роскошь ботеку. Это бренд Limbos. Это люксовый бренд. У меня уже много есть чего от них интересного. Если хотите отдельное видео про Limbos, обязательно напишите в комментариях. Потому что здесь у меня, ну не здесь, вообще у меня есть процентов 80 продукции от бренда. Поэтому, если вам интересно, то я сниму прям отдельный обзор на эту косметику. Есть что сказать. Стоит-то она дорого. Поэтому надо протестировать. Надо, не надо. Надо. Да, как красиво сияет этот хайлайтер. Но я сейчас так посмотрю, все, знаете, запакую заново. И мы с вами, конечно же, протестируем это в отдельном обзоре. Если вы напишите в комментариях, что он нужен. Вау. Так приятно ощущается все в руках. Все-таки есть люкс. И он ощущается в руках дорого. Так, это что у нас такая за коробочка? Бьюти Дропс с витамином Е. Пудра в самом светлом оттенке. Спасибо, Лимбос, за самый светлый оттенок. Красный карандаш для губ. Я сразу вижу, думаю, нет смысла его открывать. Сейчас дольше буду это делать. Мэйпл карандаш для губ тоже, только розовый. Мы это все в обзоре посмотрим. Просто реально нет смысла сейчас открывать. А вот это маскара. Waterproof. Тонченная. Такая длинная, худая. Видите, у меня с косметикой вообще свои какие-то отношения. Липстик с SPF 50. Так, это, видимо, консилер, потому что оттеночек один. Догадала. Ой, как я уже косметику просто наизусть знаю. Консилер. Eyeshadow Stick коричневый. Здесь у нас Foundation. Foundation светлее, по-моему, чем есть у меня. Ага, ура! Потому что мне он очень нравился, но мой Foundation немножко будто темнее. Либо мне кажется. Липглосс. Такой какой-то фрукт-коктейль. Тут яркий оттенок у нас. И вот такой пигментик. О, еще какой красивый серебряный оттеночек. Фух! Мы распаковали с вами все пиары. За 4 дня. Ко мне пришли. Если вам, кстати, нравится эта рубрика с распаковкой пиары ссылок. С моими первыми эмоциями на эту косметику. То тоже дайте знать в комментариях. Так как я только вернулась на YouTube. Спустя долгое время мне очень важно получать от вас обратную связь. Понимать, что вам нравится, что вам не нравится. Чего показывает больше, чего меньше. Поэтому вот ваша обратная связь как никогда важна для меня. И буду безумно благодарна, если вы подпишетесь на мой телеграм-канал. Во-первых. Во-вторых, мой IG, так называемый, за предграм. И, конечно же, если вы подпишетесь на мой YouTube-канал. И мы встретимся с вами в новом видео. Тут я уже вам закинула удочку. Что за обзоры вас тут ждут. Какие видео классные я наснимала. Встретимся с вами в новом видео. Хотите ли еще влоги от меня. Всех люблю. Всем удачи всем. Пока-пока.